Социальные торговые точки всегда были большой поддержкой для населения, ведь продукты здесь можно приобрести по самым низким ценам. Однако эксперты поставили под вопрос рентабельность социальных ларьков и магазинов. Какая судьба ждет стаб-фонды и где теперь покупать овощи и крупы без переплаты, разбирались мои коллеги. О намерении сократить финансирование стаб-фондов заявили в Комитете Минторговли. По словам экспертов, если раньше социальные ларьки справлялись со своим назначением, то последние годы Акиматы жалуются на низкую ответственность предпринимателей, которые вместо того, чтобы закупать продукцию стаб-фонды, перепродают ее в Россию. Как обстоят дела на востоке страны и есть ли у населения причины для беспокойства, мы постарались разобраться. Совсем недавно на брифинге в службе центральных коммуникаций председатель Комитета Министерства торговли и интеграции Айдар Абилдобеков сделал резонансное заявление – финансирование стаб-фондов будет сокращено. В целом мы хотим сократить финансирование стаб-фондов. Вообще в целом мы разработали пакет мер, наш комитет, мы собираемся по нему двигаться. Стаб-фондам разрешить закупать только товары, которые можно хранить. Рис, сахар, гречку, соль, вот такие товары. Скоропорт отдать все в обратную схему. Это заявление на самом деле не несет такой угрозы, какой его наделяют некоторые взволнованные жители. Более того, никаких распоряжений от правящих органов по этому поводу еще не поступало. Я так понимаю, что в Министерстве торговли рассматривается вопрос закупа части продукции в стаб-фонд, части продукции в рамках оборотной схемы, то есть через предоставление займов с объектом предпринимательства. В связи с тем, что продукция стаб-фонда может дольше храниться, ну то есть, например, нельзя в стаб-фонд закупить хлеб, то есть и хранить его там полгода. А в основном там планируется закуп крупенных продукций, сахара, рожек, ну таких долго хранящихся. Но до Акимата пока такая информация не доведена, именно в рамках нормативно-правовых актов, либо каких-то законодательных поручений. Цена продуктов, реализуемых стаб-фондом, в разы ниже средней рыночной цены, в связи с чем спрос на эти товары по-настоящему ажиотажный, а очереди желающих закупиться с выгодой выстраиваются с самого утра. Из 19 наименований социальных товаров в настоящее время цены стабилизируются на 11, сообщают эксперты. Развозка плодовочной продукции производится через день, получается, за три раза в неделю. Макалейная группа продукции разводится ежедневно по торговым точкам. Все наши торговые павильоны оснащены специальными ценниками. Мониторинг цен производится два раза в неделю. Еженедельно наши сотрудники выезжают, проверяют на местах ли ценники, имеются ли ценники, соответствуют ли цены реализации. В случае, если выявляется завышение цен торговыми павильонами, которые принадлежат СПК, то получается, вначале дается предупреждение, а в дальнейшем, если повторное, то расторжение договора аренды получается. Специалисты напоминают, торговая надбавка на продукты в социальных торговых точках не должна превышать 15%. По данным Минторговли, только за минувшую неделю в Казахстане зафиксировано 231 нарушение по факту торговой надбавки. В областном центре эти моменты также строго контролируются. К сожалению, несмотря на проделанную огромную работу, на сегодняшний день поступило 5 жалоб, то есть есть злостные нарушители. По ним мы сейчас отрабатываем, то есть это 204-я часть 4-я статья, это превышение предельной надбавки более 15%. Из 5 жалоб на сегодняшний день один факт подтвердился, то есть они уже привлечены к административной ответственности, на первый раз это предупреждение, а по остальным четверым мы работаем. Если, по вашему мнению, в отдельных магазинах, где вы приобретаете товары с 19 номиналами СЗПТ, идет необоснованный рост, вы можете обратиться в местный исполнительный орган в лице Акимата города, написать заявление, обязательно прикладывайте чек. Горожане могут и дальше закупаться в социальных ларьках и магазинах. Главное – не создавать искусственный ажиотаж. Карина Мурадова, Евгений Щетников, Алтай-Акпарад.